Хе-хей, друзья, всем привет! Вы на просторах канала S-GameStreet, с вами Рауль. Мы продолжаем проходить игрушку под названием Command & Conquer 3, Кейн's Wrath, Ярость Кейна. Это следующий уровень, не всё то золото, значит скоро пророк уничтожит станцию Филадельфия, и с её гибелью закончится греховое царство неверных. Однако, один из членов Совета ГСБ должен выжить, Редвен Бойл. Главное, главный казначей слишком труслив, чтобы представлять для нас реальную угрозу. И как бы быстро это не звучало, то есть странно это не звучало, его переход к власти лишь сыграет Кейну на руку. Диверсионная группа готова приступить к операции. Уничтожьте казну ГСБ, и тем самым вы спасёте никчёмная жизнь Бойла на этот раз. Давайте спасём. Не всё то золото. Да, некоторые моменты этого задания я помню. Поступило сообщение. Установите маяки на каждой энергостанции. После этого наша артиллерия сможет нанести по ним прицельный удар. Да, я помню. Новое задание. Так, чё здесь? Дополнительное задание это похитив золото. А вы серьёзно... Подарвать экономику ГСБ. Ладно. У теней есть хорошее свойство. У них, так скажем, маскировка. Камуфляж невидимый, да? Это очень полезная штука. И для диверсионной операции это... Хорошо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Отлично. Устанавливаем маяк здесь. Есть. Погнали дальше. По краешкам. Чтоб патрули нас не заметили. Давайте возьмём контейнер пока что. Всё. Устанавливаем маяк. Без звука. Держимся в тени. Супер. Тень скроет нас. Осталось два места для маяка. Держимся в тени. Это что же сделаем. Главное, чтобы... Обнаружим противник. Обнаружена база противника. Без следа. Патрули нас. Тишина. Держимся в тени. Заметили? Крупный патрули, да? Тень скроет нас. Бегом. Тишина. Тихие вертолёты. Без звука. Тень скроет нас. Бегом. Так, погнали, погнали, погнали. Без следа. Ёперный. Нас не услышат. О, не заметили. А, не заметили? Бегом. Нас не услышат. Бегом. Ничего страшного. Всё, устанавливаем. Тень скроет нас. Обнаружен противник. Обнаружена база противника. Задание выполнено. Отлично. Тень скроет нас. Ага. Значит, как-то вот так. Это, походу, энергия ворбле, да? А вот и вижу. Подкрепление нам дали. Четыре танка. Призрак и... Чё это такое? Фантом. А, да-да-да, я помню, что это такое. Пребыло подкрепление. Очень полезная штука. Сейчас я вам расскажу про них. Поступило сообщение. Уничтожьте центр управления. Тогда ионные орудия не смогут нанести ответный удар. Данные обновлены. Так, чё там разве данных? А, вот, Фантом. Подборочная справка ПСАУ Фантом. Кому интересно, могут, конечно же, почитать, ребята, да? А я вот объясню как-то в двух словах. Значит, это артиллерийская установка, как установка? Установка на танки, которые с дальнего расстояния, как джаггертнауты, могут наносить удар. Но в отличие от джаггертнаутов, у них радиус, так скажем, попадания очень маленький. И за счёт теней, то есть тени идут, опять же устанавливают маяки, и они наносят удар с самого дальнего расстояния. Хоть из-за другого города, может, даже, да? Как-то вот так. Почему я сказал в отличие от джаггертнаута? Потому что у джаггертнаута, так скажем, радиус попадания большой. А за счёт снайперов ГСБ у них радиус попадания становится вообще таким, как вам сказать, очень большим. Чем Фантом. Но Фантом наносит удары намного... Как вам сказать? Сильнее, что ли? Тишина. Обнаружена база противника. Большой бывает. Бегом. А вот ведь теней, этих теней, нам лучше не терять. Нас не услышат. Бегом. Потому что без тени будет намного сложнее выполнить операцию. Обнаружен противник. Держимся в тени. Так. Тихо, 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 тихо. Там объекта такой. Давайте высидим их здесь где-то. С ней я пока отложу, так скажем, на сторону. Обнаружена база противника. Нас не заметят. Три призрака и пойдём оценим. Прячемся. Под землёй. Всего противника. Всё равно их здесь мало. Я езжу тихо. Но всё-таки. Обнаружен противник. Основную угрозу нам на данный момент несут ихние вертолёты. Устроим засаду под землёй. Так, всё. Я езжу тихо. Уничтожим этих бульдогов. Объекты-то обнаружены базы противника. Уничтожаем, уничтожаем. Всё. Уничтожим сейчас эти военные заводы. Этих парней уже можно отправить сюда. Продолжаем борьбить. Обнаружены базы противника. Давайте быстрее. Они все умрут. Время эту пехоту. Пока они спят. Всё. Даже патруль... Обнаружен противник. Сломали, да? Один вертолёт их не сломали, они даже не заметили. Вот тупые. Это за счёт маскировочных этих... Так, скажем, камуфляжей, что ли. Окей. Всё. Это место заняли. Обнаружена база противника. Мы сейчас пойдём на следующий холм, где уже центр управления. Не дремать. Ждём здесь. Возьмём призраков. Хорошее место. Ага, да? Я езжу тихо. Просто исчез. Прячимся. Обнаружил противник. Славная смерть. Так, ребята, вы тоже... В тени. Идите. В тени. Держимся. В тени я отправлюсь сюда. Пусть останутся пока что здесь. Обнаружена база противника. Всё. Маскировка включена. А вот с фантомами уже начнём бомбить ихнюю базу. Вне в Кейна. С этого расстояния они могут стрелять по базе? Это отлично. Я жду. Так, чё-то не видно. Я не за смерть. Ага. Уничтожим ихней казармы. Этот военный завод ихний. Заставу. Максимально всё обезопасим. Всё. Обнаружена база противника. Тихая смерть. Просто казарму тоже уничтожим. Офигительно. Не дремать. Нет, конечно, знаете, можно было бы как-то, как вам сказать, втихаре вот этих теней взять, поднять на воздух и отправить куда-то сюда, чтобы они не остановили маяк и сразу уничтожить научный центр. Но это как-то не очень интересно, что ли. Давайте их поднимем на воздух. Отправим куда-то сюда. Без следа. Обнаружена база противника. Не дремать. Так, ребята. На позицию. Гнев Кейна. Уничтожаем заставу. Будем бдительны. Здесь ещё штурмовики. Ой-ой-ой. Смерть и разрушение. Давайте уничтожим их штурмовиков. Обнаружен противник. Всё. Уничтожим научный центр. Достают они, нет? Да, достают. Я жду. Обнаружена база противника. В бой! Убью! Объект атакуют. В бой! Отлично. Я езжу тихо. Они все умрут. Славная смерть. Славная смерть. Отходим. Всё. Пионные орудия выведены из строя. Будем бдительны. Поступим сообщение. Казна ГСБ беззащитна. Начинайте операцию. Угу. Значит, вот это уже ихняя казна. Надо её уничтожить. Но я уже её уничтожил. Нас не заметят. С помощью теней. Так, давайте отправлю эту группу вот сюда. Обнаружен противник. На холм. Мы бьём из тени. С вами, ребята. Обнаружена база противника. Пойдём в стелсе. Держимся в тени. Без следа. Всё равно у них энергии нету. Без звука. Так что... Держимся в тени. Кайфуем. Тишина. Тень скроет нас. Главное, чтобы эти... Ихние ракетчики и бульдоги нас... Готовься. ...заметили. Ну, основные те юниты, которые могут стрелять по воздуху. Тишина. Тень скроет нас. А так по краешку. Обнаружен противник. Очень даже будет легко нам. Вот, прямо отсюда. Уничтожим. Мы крылья братства. В принципе, здесь тоже можно было пойти. Также уничтожить. Казарму, военный завод. Но... Уже не нужно. Всё. Ставим маяк. Тень скроет нас. Обнаружена база противника. Так. Маскировка включена. Укажите цель. Берем артиллерийские удары. Во имя Гейна. Ударяем. Ага. Вот и они. Отлично. Ну, они, если я не ошибаюсь, сейчас без остановки будут бить? Нет? У них есть сканеры. Ребята, вы чё? Надо добивать. Обнаружена база противника. Обнаружен противник. Казна. Будем бдительны. Укажите цель. Продолжаем бомить. Я их кошмар. Да, ребята, вы их кошмар. Ну, где-то 2-3 удара и всё. Ну, что же. В принципе, это место... Не очень округлённая. Обнаружена база противника. Да, не очень округлённая. Ребята, продолжаем. Укажите цель. Смотри, здесь какой-то глюк пошёл. Эти молотой теней заметили, но стрелять по воздуху они не могут. Из-за этого они крутятся. Вместо с ними, что ли? Обнаружена база противника. И становится, смотрите, всё больше здесь. Ладно. Обнаружен противник. Это, походу, последний удар или предпоследний. Я их кошмар. Посмотрим. Предпоследний удар. Ну, всё, это можно сказать однозначная победа. Где? Обнаружена база противника. Укажите цель. Последние удары. Чики-пуки. Обнаружен противник. Давай. Задание выполнено. Отлично. Устанавливаем видеосвязь. Пророк просил поздравить тебя с победой. Ты способнее, чем я думала. Спасибо. Задание выполнено. Победа. Кстати, у нас там разведанные ещё появились. Не успел посмотреть. Ну, что, в следующем уровне посмотрим. 11 минут и 11 секунд. Самое быстрое, по ходу, прохождение на этой игре было у нас. А вот это, я не понял, что это за дополнительное задание. Похитте золото. Блин. Натурин. Не понял. Ну, кто знает, обязательно пишите в комментариях. Они думали, что мы побеждены и что я мёрт. Они ослабили внимание, и мы сумели обезглавить зверя. Однако ГСБ по-прежнему опасно и готово к нападению. Поэтому я отвожу наши войска с восточного побережья. Мы отступаем, владыка? Нет, но наши враги в своём ослеплении решат, что мы устрашились и обратились в бегство. Пока ГСБ празднует победу, мы соберём силы и подготовимся к самой сложной и опасной фазе нашей операции. Мы на пороге того, чтобы получить величайшие знания в нашей жизни. Пришло время обратить наши взоры к небесам. Гости скоро прибудут. Поиск по архивам. Закрыт архив. Доступ получен. Получены данные. Сильно. Вот знаете, этот видеоролик и этот уровень открыл сюжетные, так скажем, развязал сюжетные дыры, которые были в Команай Конгуэр 3 Тибериум Варс. То есть как закрыл, дополнил их, то есть объяснил. Вот, потому что, как вы помните, Тибериум Варс начался с того, как, прям, во времена Третьей Тиберии войны, то есть как начали, мы играли за командующего, он уничтожил, он, то есть мы играли за командующего, и он уничтожил, там, центр управления имени Годдарда, и мы начали Третью войну за Тиберией. То есть, сначала искусственный интеллект Кейна, за которым мы сейчас играем, он уничтожил пару научных центров, казну ГСБ, а потом только командующий в Команай Конгуэр 3 Тибериум Варс первому уровне уничтожил управление имени Годдарда. То есть, он там просто радар, скорее, уничтожил, а мы уничтожили ячейку, или он ячейку уничтожил, мы радар. Скорее, мы радар уничтожили, а он сердце. Как-то так. Да. Ладно, друзья, похищение мы пройдем с вами в следующей серии. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, если бы вы были на канале с GameStriks, с вами был Рауль, всем удачи. Всем пока-пока.